Продолжается рубрика «Наше время». Я напоминаю, гости из студии, руководитель детского продюсерского центра Дианы Товосовой. К нам присоединился воспитанник этого центра Егор Коскин. Егор, доброе утро. Вот мы видели тебя в сюжете. Прежде всего, у Дианы хотелось запуточнить, а как давно Егор пришел в ваш центр заниматься? Ну, потом как раз-таки появился у нас где-то вот в апреле, да, в мае, вот где-то вот так. В мае. Да, то есть вот прямо накануне даже, я скажу, отчетного концерта. То есть несколько месяцев. А на сцену уже сколько раз выходил, помнишь? Или уже не сосчитать? Нет, до этого, до того, как я пришел в продюсерский центр, я нигде не занимался, и я выходила на сцену только в первый раз в мае на отчетном концерте. Ну, а для чего пришел, если не секрет? Ну, в первую очередь хочу сказать, что этот продюсерский центр, он позволяет, то есть туда приходишь, и тебе позволяют раскрыться полностью. То есть там есть очень много направленностей и актерское мастерство и хореографии. А тебе что ближе? Вот ты пришел для того, чтобы стать артистом, певцом, танцором? Я певцом все-таки. Певцом? Да, до этого я пел исключительно только дома, вот, нигде не выступал. Для родителей, да? Ну, да, для себя, для родителей. Нигде не выступал, и как бы до этого у меня не было никаких выступлений. И после этого, когда я пришел в этот продюсерский центр, я по-настоящему открыла для себя новое увлечение. Ну, вот я знаю, что ты являешься воспитанником духовной школы, воскресной школы. Вот для тебя каково это совмещение? Ну, мне кажется, что, конечно же, необходимо, чтобы духовная жизнь тоже присутствовала в твоей жизни публичной. Да, и ничто как бы не... Ну, вот Диана сказала, да, в сюжете мы слышали, что одно без другого творчества, без духовного развития невозможно. А сегодня все ваши воспитанники посещают? Не, не все. Это у нас дело в том, что по желанию, да. То есть мы рекомендуем, а посещение происходит так. То есть если родители, в принципе, сами созрели, они, как правило, и детей туда, в общем, отдают. То есть вот так происходит. А, то здесь возможно с родителями, да, такое семейное посещение? Да, я думаю, что просто это должны родители развиваться. Это все-таки из семьи все идет. Поэтому если семья как бы созрела для духовной жизни, она, как правило, конечно, ребенка к этому готовит. А если семья... Бывает по-разному, бывает и времени нет у родителей. Сегодня современные родители, они, к сожалению, вот со временем у нас проблемы. Вот, но, как правило, я всегда говорю, что это такая возможность просто для ребенка прикоснуться к чему-то другому, что более вечное. И, конечно, такие дети, они, ну, я очень сильно отличаюсь от своих сверстников. Они более спокойные, уравновешенные, более терпеливые. Им не надо объяснять даже, что такое любовь. Вот какому-то ребенку придется, и он ему объясняет, что такое там не вредит, что такое любовь. А этим не надо. Они как-то вот изнутри у них это чувство вот идет, и все. Они уже познали для себя какие-то в таком маленьком возрасте какие-то вещи, которые даже, на мой взгляд, не все взрослые познают. Ну, соответственно, да, и мы, как зрители, сможем увидеть нечто большее. Да, да. Вот какой-то огонек в глазах, когда будем смотреть ваше выступление. Уже доводилось выходить на сцену? Ну, до этого нет. После того, как... А после этого, ну да, конечно же, именно продакшн стал как бы более раскручивать меня. Ну, а первый выход, вот мне интересно, как преодолеть волнение? Вот ты говоришь, до этого не выходил, да, на сцену? Мне волнение, когда я выходил на сцену, мне почему-то в один миг пропало все волнение, я понял, что я могу, и я хочу, и ничто меня не остановит перед этим. Более того, первое выступление Егора было как раз такое на большой сцене для детей из детских домов. Их было очень много, там порядка 400 детей. Вот, и атмосфера в зале была. То есть дети выступали для детей. И, в принципе, атмосфера была достаточно, то есть такая добрая. Тем более, что в начале вообще всего концерта у нас отец Ренеев, он сотворил молитву. Вот, и вот в зале такая какая-то, такая какая-то равновесие и гармония повисла, что, мне кажется, детям даже легко было, вот, собственно говоря, именно по этой причине тоже выступать. То есть люди, которые выходили из зала и говорили, что вот мы никогда не знали, что, может быть, такая отдача и столько удовольствия мы не получали. То есть, ну, то есть, может быть, правильные акценты сделаны, что самое вечное и настоящее – это там, где дети, наверное, поэтому. Егора, а вот перед кем сложнее выступать и перед кем легче? Перед ровесниками или перед людьми постарше, вот, родителями, может быть, их друзьями? Мне кажется, что все-таки перед ровесниками, потому что волнуешься, испытываешь некое волнение перед тем, как они тебя воспримут, понравишься ли ты им, вот, мне кажется. У нас есть звонок от телезрителя, давайте послушаем вопрос. Доброе утро, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло. Мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Подскажите, пожалуйста, у меня ребенку 19 лет, как вот можно его устроить в школу? В которой вот учится ваш сын. Спасибо. По какому адресу можно обратиться? Большие Каменщики, дом 2. Улица Большие Каменщики, дом 2, детский центр Минопродакшен. Так, а для этого какие-то документы, что потребуется? Там будут, да, документы нужны будут, но мы скажем, то есть, когда он подъедет, то есть, там, обязательно свидетельство о рождении ребенка, надо будет анкету для психолога запомнить. Ну, в принципе, можно будет просто подъехать, я считаю, то есть, мы поговорим с ребенком и определим. Но, скорее всего, у него, если 12 лет, это группа как раз у нас от 11 до 14, как раз он в этом году. Ну, самый старший, да? Самый старший, то есть, как раз группу к Егору попадет. Егору, я хочу поблагодарить тебя за участие в нашем эфире, пожелать новых творческих подъектов, конечно, побольше выходов на сцену и позитивного заряда от зрителей. Продолжается рубрика «Наше время». Я напоминаю, сегодня у нас в гостях руководитель детского продюсерского центра Диана Товосова, и к нам присоединилась воспитанница центра Сабина Макадасарова. Сабина, доброе утро. Здравствуйте. Ну, и вот, Диана, к вам вопрос, когда Сабина появилась в центре? Ну, приблизительно тоже, да, в этот промежуток времени, когда Егор пришел. Да, но мне, я всегда говорю, мне очень понравилось, вот она пришла, буквально там два занятия занималась, пришла, говорит, так, у меня, значит, песни есть, я хотела бы эту песню петь. То есть, сделай инициативу в свои руки. Да, и то есть, я говорю, ну, давай, пойдем послушаем. Пришла, спела и так активно все, и, в принципе, она вот сразу тоже со своей песней сразу... То есть, Сабина тоже певицей хочет стать, да? Ну, да, на самом деле, я когда туда пришла, как бы, мне просто хотелось, как бы, узнать, в чем мой талант, да, как бы, и первый день я волновалась, а потом, как бы, уже... Да, я много куда ходила, да, и вот нигде я такого удовольствия не получала, и вот тогда, вот там, со школы пришла, и мама говорит, все, мы опаздываем. Ой, да, надо быстро пойти, то есть, успеть все, чтобы, потому что там, на самом деле, мне очень интересно. То есть, нет такого, что родители через силу заставляют, куда-то сама бежишь, торопишься, чтобы не опоздать. Ну, вот, знаешь, мы там узнали, вот есть такой продюсерский центр, хочешь пойти? Я говорю, ну, да, давай попробуем. Вот после того, вот, как бы, я, мама говорит, будешь ходить? Я такая, да, 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 обязательно буду. Ну, вот очень часто, да, мы видим результат по телевизору, видим известных людей, и не понимаем, какой труд стоит из-за тем, чтобы так легко двигаться на сцене, так легко петь. Вот сегодня ты представляешь, какая это работа? Да, потому что, как бы, вот, в театральном мастерстве, да, когда у нас проходят уроки, именно нас там учат, да, как бы, почувствуй себя на месте этого человека, да, вот, например. Или ты должен передать чувства, которые ты хочешь, да, и, то есть, она говорит... То есть, вы вживаетесь в образ по системе Станиславского работаете. Да, и она говорит, как бы, то есть, делай движения, какие ходишь, но чтобы мы поняли, что ты хочешь нам передать, да, то есть, вот. Вот, и, на самом деле, когда я прихожу домой и задумываюсь про то, что она говорит, да, и я понимаю, то есть, насколько это правильно, да, и, то есть, на самом деле, когда был мой первый концерт, да, когда мы выступали... Все это сработало, да? Да, все это сработало, и, то есть, на самом деле, чувствовала себя свободно. Ну, более того, она выступила у нас первый раз сразу с известной группой Наоми, которая на волне у нас победила, так что она сразу у нас выступала со звездами, свое первое выступление. То есть и каково это на одной площадке с известными людьми, уже состоявшимися в профессии? Ну вот как бы уже у меня было три концерта, и вот первый раз, когда я выступила, я немножечко, не знаю, себя чувствовала, наверное, сжата. Скованность. Да, а потом, естественно, занятия продолжались, и после этого, насколько увеличивается свободность, как бы свободы движений на сцене, вот, и уже вот остальные, как бы, я уже не стесняюсь, и в школе, да, то есть я всегда прихожу, говорю, ой, я хочу выступить вот с такой-то песней. Ну, а всё равно волнение-то остаётся перед выходом на сцену? Уже нет. Совсем нет? Ну, вот говорят, когда совсем нет, это не очень хорошо. У таких небольшое такое волнение, кураж должен присутствовать. Нет, ну, когда ты встречаешься с чем-то новым, да, то есть, естественно, это уже что-то, естественно, это присутствие. То есть для тебя это в удовольствии, да? То есть для них это, как бы, становится вполне естественно. То есть когда ты ребёнка, вот как узнать, говорят, способности ребёнка? Надо ребёнка сталкивать максимально с окружающей средой, с этой средой. И там при столкновении можно, в принципе, понять, где ребёнок чувствует себя естественно, значит, это его среда. Ему нравится, и он, собственно, от этого получает удовольствие. То есть в ситуации, наверное, с Сабиной именно так и произошло. А вот мне интересно, да, вот мы узнали, Сабина хочет стать певицей, и тут и театральное мастерство. Какие ещё занятия сопутствуют? Вокал, театральное мастерство, индивидуальные занятия, то есть хореография, всё вместе. Без этого, потому что она всё равно должна и телом работать, она должна уметь и передавать песни. То есть и поэтому это всё в совокупности должно работать. А песни кто выбирает? Вот, Сабина, как у тебя получилось? Ну, то есть я как бы сама подошла, я сказала, можно, то есть песню. То есть мне нравится такая песня, да? Да, и мне ничего, возможно, если там как бы я сама предложила, и вот, возможно, может, просто предложат в таком же стиле, может, чуть-чуть другую песню, да? То есть, ну, отталкиваясь от моего выбора, да, естественно, они спрашивают потом у меня, как бы тебе нравится. Такую музыку ты дома слушаешь, да, чтобы это всё-таки было близко. Не навязывайте, не заставляйте ребёнка пить тот материал, который мне интересен. А если будем заставлять, у него просто возникнет отторжение, и он опять побежит и скажет, а мне неинтересно стало, и всё. То есть наша задача посмотреть, что ему нравится, помочь ему вот становиться на ноги, и более того, что самое удивительное, вот, говорите, он боится она или нет. Дело в том, что она не боится, даже вот она говорит, я в школе не боюсь и так далее. И вот эта уверенность ей передаётся в других делах. То есть она, в принципе, завтра, если, может быть, она не станет, я бы певицей станет, там, известным, дай бог, политиком, да, то есть я уверена, что она никогда не будет бояться выступать перед там. Это получается, да, в любой профессии сегодня. Мы проводим презентации всевозможные, да, здесь важно и ораторское искусство, умение преподнести себя на публике. Вот эта вот возможность, она и даст, в принципе, в жизни состояться как лидеру. То есть это самое главное, потому что сегодняшнее поколение родителей, они хотят воспитывать лидеров. Ну, это так необходимо, да, так, как мы знаем. Вот, и я считаю, что это такая очень хорошая основа для неё в будущем. Я благодарю вас за интересную беседу. Хочу пожелать побольше концертов, новых имён, да, в том списке известных людей, с которыми ты уже выступала. И пожелать вам удачи, много воспитанников, дорогие зрители. Сегодня у нас в рамках рубрики «Наше время в гостях» были руководитель детского продюсерского центра Диана Тогосова и воспитанница этого центра Сабина Багдасарова. На этом рубрика завершена, а наш эфир продолжится через пару минут. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин